Хочу пожелать всем спортсменам удачи и побед, чтобы они возвращались уверены, что этот город победился и 600 спортсменов съехалось на этот чемпионат. И спортсмены этот чемпионат России точно запомнят. Особенно это касается сборной Пермского края, которая состояла не только из профессиональных бойцов, но и боксеров. Для некоторых подготовка от одного старта к другому длилась всего две недели. И что самое главное, на соревнованиях в Перми включаться надо было сразу, без разгонов. Первый раз выступаю на турнире, вообще по кикбоксингу, первый мой турнир, так сам занимаюсь боксом. Поэтому я считаю, что серебро это достойно для первого турнира, но хотелось бы, конечно же, золото, тем более дома. В составе сборной региона еще одну серебряную медаль в разделе «Фуллконтакт» завоевал один из самых опытных участников, 38-летний Сергей Погожев, который отметил, что последние два года очень активно тренировался в этом направлении, чтобы достичь высоких результатов. Выйти в финал в прошлом году у него не получилось. И здесь золотая награда была близка, но боец все же уступил сопернику из Красноярского края. Не совсем доволен. Что-то маленько подгорел. Как-то вот это все забытые эмоции, чувства. Чуть-чуть меня сковали и не раскрылся на все 100%. Поддержка прямо бомбическая была. Прямо я слышал вот этот заряд со стороны трибун, зрителей. Но без побед в этот вечер сборная при Каме не осталась. В дисциплине лоу-кик боец Магомед Алиагаев добился яркой и зрелищной победы над соперником из Республики Тыва. А тренер команды Сергей Матвеев отметил, что общий результат еще не максимум. И есть большой запас в развитии, тем более подрастает талантливая молодежь. Все ребята молодцы. Сборная Пермского края отработала действительно очень хорошо. То есть мы, может быть, даже ожидали меньшего, чем на самом деле получилось. Работа и самодача бойцов, а также в целом уровнем организации остались довольны и в Краевой федерации кикбоксинга. Перм уже несколько лет не принимала такого уровня соревнований. За короткий отрезок смогла не только продемонстрировать спортивный результат, но и обеспечить всем необходимым. Это значимое мероприятие не только для федерации Края, но и для всего спортивного сообщества, и для спортивного сообщества кикбоксинга России. В серединке пути кикбоксинг имеет вектор развития только вперед и вверх. Масштабное спортивное событие в рамках событийной программы 300-летнего юбилея Краевой столицы получила поддержку Краевого правительства, а также компании «Уралхим» и «Уралкалий». В течение недели на площадке спорткомплекса имени Сухарева состязались почти 600 спортсменов из 54 регионов страны. Для компании, конечно, очень почетно принимать главный, наверное, старт в году, главный турнир в году в этом виде спорта. Проходит чемпионат России абсолютно всем стилем этого вида спорта. Тем самым мы увеличиваем массовость присутствия на данном мероприятии участниками соревнований. Планы по дальнейшему развитию этого вида спорта выразили Федерация кикбоксинга России. Благодаря вовлечению молодых спортсменов количество участников и субъектов может увеличиться уже в следующем году. Что касается Перми, то Краевая столица через пару лет вновь может стать центром притяжения сильнейших. Со стороны Федерации мы ставим самую большую высокую оценку. Считаю, что мероприятие удалось. Может быть, сейчас все чуть-чуть выдохнут, насладятся, посмакуют. Может быть, уже в 2025 году будут готовы вновь принять у себя такой турнир. Еще одно важное достижение для Пермского окрая произошло на домашнем чемпионате России. Кикбоксеры региона стали победителями общекомандного зачета в дисциплине лоу-кик.